В агрогородке Остромечево Брестского района пожилая супружеская пара, проживающая на улице Дружбы, осталась без централизованного водоснабжения. В чем причина и есть ли выход, узнавали наши корреспонденты. Всю жизнь платив налоги и коммунальные услуги. Все оплачено. И никогда не думал, что со мной так поступать. Супруги Тыпик проживают в Остромечево на улице Дружбы вот уже 40 лет. Отношения всегда были хорошие с соседями и с местной властью. Но в последнее время что-то не заладилось. Здоровье у пенсионеров слабое. Василию Дмитриевичу сделали операцию, а тут еще одна проблема. Я тогда был в больнице. Позвонила жена, что приехали, нам отрезали воду. По словам дочери Оксаны, причиной перекрытия воды стала авария на трубопроводе, которая случилась еще в июле. Напротив произошел порыв. У соседей начало затапливаться весь огород и прибыли на место ЖКХ по Вресскому району. В ходе работ с июля 2024 года у родителей отсутствует центральное водоснабжение. Воду временно перекрыли и обещали пустить в понедельник. Вот только тот самый понедельник, говорит Василий Дмитриевич, так и не наступил. Ждем понедельника. Хорошо, что несколько лет назад Василий Дмитриевич установил гидрофор для полива растений. Но вода, которую он качает, непригодна для питья, с высоким содержанием железа. Из-за нее сломались и стиральная, и посудомоечная машины, а в душе налет, который уже не отмывается. А представьте, если бы пить, если бы не отмывается там, что внутри будет. Кувшина, где фильтруется вода на двоих взрослых, недостаточно, поэтому несколько раз в неделю дочери Оксане приходится возить пятилитровые бутыли, чтобы у родителей была вода для питья и приготовления пищи. Вот, спасибо, что нам воду привезли. Спасибо тебе. Почему пенсионеры до сих пор остаются без надлежащего водоснабжения, мы узнали в Брестском районном ЖКХ. В курсе мы про ситуацию, которая там сложилась. Выхода для того, чтобы не подтопить участки, нам пришлось перекрыть в связи с долгой заявкой на материал, который для устранения этого порыва и подключения этого дома. Ну, приносим свои извинения нашим абонентам. Водичку мы людям дадим буквально порядка двух дней. На момент выхода сюжета в эфир уже начались восстановительные работы. Так что ждать воду пенсионерам осталось недолго. Людмила Логодич, Станислав Линник, телерадиокомпания «Брест».